привет кашлюкаш в общем там такое началось про деда Мороза сам Родион хотел написать почему деду Морозу причем мать они ломают там же была жара у них да ну вот в общем в том то дело что я пошла на него ругаться из-за того что он утащил бумагу на ней пишут а они хотели сделать типа бумажное украшение на их вот так вот он украшает в общем он хотел написать то что он хочет там когда бы почта была и та говорила нового года не будет дед Мороз у меня у Слава вдруг его не существует из-за того а вот тут не верила и дрались-дрались и в общем додрались что листочек летел они плакали но решили придумать кто что будет писать на пляже хотя мороз будет на других листочках написать но ничего не получается и тот начал плакать и пошли домой к Родиону играть свою любимую доску и он сидит и плачет и они не знают что делают но в общем я на типа у кого-то скобунизила там костюм и она стала дедоморозом в общем он плачет плачет и сидит и там приходит и говорит ой ой с новым годом тебя и тот как обрадовался и плачет от смеха и от радости что наконец-то дед мороз к нему пришел да и пошел он звать друзей а Тарьяна подумала что она скоро спалится ведь как бы дед мороз и вот решила убрать подарки а сама оглянулась а видит что там очень-очень-очень-очень много подарков сам дед мороз принес даже леды оставил и все были в общем в шоке от вот этих всех подарков начали храм вот кружить а потом начинается ржак что они раскрыли Пашу потому что Паша оказывается самый хороший спортсмен на свете да он еще и йогой занимается в общем он сказал этому как ему там Родиону спорили типа давайте заниматься вот там и Клеточка выбежала и сказала я тоже за а вот они не могли никак спортом заниматься не бегать не прыгать потому что не могут а он там медицирует чуть не летает наконец-таки свою мечту исполнил слава Богу слава Богу и в общем они хотели уйти в кусты типа прятки но их он сразу же нашел потому что тоже был так вообще шок но тут они ему сказали иди со своим спортом и просто отдохнем нам не нравится с тобой заниматься и он начал плакать и кинул камуши куда-то а там куча-куча камней была и все на него повалились и в то время там тоже плакали горевали поле с Родионом и на них тоже покатилось покатилось я решила полетать и медицировать а потом их Паша спас типа на лианах и они там все-таки выиграли и решили что Паша очень хороший мы с ним типа любим заниматься спортом и все они теперь занимаются да сейчас ржака начинается там короче Вадим Батчанов точнее багаж там озвучка бу 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 говорю флэмби пиксерс представляет бу 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 фильм режиссера Дениса Чернова вообще в общем жесть какая-то тут написано что пародия на супермена но это пародия на человек-паука это как в общем там багаж снимает на ютуб фильм под названием фильм типа он там спасает всех от летающих тарелок и в итоге загружат на ютуб и накручивают себе просмотры что очень радуется себе но тут он представляет себе либо сон либо еще что-то что они переехали в город пусть там много-много лет и у них там типа даже вот эти всякие хрубые гусени вот эти новогодние символы это там фигур с эмулентом был и там прилетела та же тарелка сонолет и там были эти драконы которые всех целуют целуют а когда главное целуют они превращаются в зомби и так у них будет апокалипсис прямо как в майнкрафте да жесть вот что мы это заметили еще его друзья супер ровно это вот это кто удивляет и в общем они идут к нему в большой-большой коттедж и говорят типа а может станем лига справедливости будем всех спасать типа замаскируемся динозаврами ходил в поезде в общем и там косплеи были но тот сказал я с вами не хочу лучше сами спасайте я лучше посплю и Нюша сказала я не переименую себя суперовер на суперовость и ушли гревать а тот ночью сидит в компьютере а там еще был какой-то гикон типа какой-то герой в масках сейчас будет опять ну да мы ждали возвращения получу к нему удивительные друзья на русской ТВ в общем укусил этот гикон его за хвост и тот испугался а потом оказывается что у него вирус начался и у него пока он былся вырос хвост а в то время у него там были липкие руки вот зачем он былся так вот он хотел других спасать шел с этим хвостом но упал в канализацию и в общем в канализацию он понял что у него есть суперсила типа паутины но потом он все таки сказал что ему тушил реалью на пауку в общем только дело что он начал учиться контролировать свои силы и в общем начал да все плакали плакали из-за того что их скоро целовать начнут и тот как вылетел и сказал давайте друзья сферовин и в общем они там спасали весь мир весь мост спасли и там в общем все подумали как то так у него там был такой красивый хвост у него там все такое в общем они приклеились в люк и начали болтать про этого радиоактивного нефода но в том то и дело что они решили друг другу поцеловать наконец-то июша ждала что поцеловались но после того как второй раз поцеловались у них там был электрический ток что довело ее до шока в общем они все так целовались целовались и у них когда они целуются оказывается суперсилы появляются представляешь и вот в общем они доцеловались там вообще такие эмски филипручук и удивительные друзья даже не везде да вот они приходят на арену где вот эти бабайки ага и в общем там к первому подходит один из вот этих милоходов и тот целует его но супергерой что нельзя целовать и на него не подействовало и в общем Пин решил самого его поцеловать не знаю что оказывается когда целуешь именно драконов точнее кокодилов то они становятся обычными людьми тогда же какой-то слой был намек на нового персонажа там еще это самый гусь какой-то был через дятел да много всего и они в общем так спасли город и это было офигенно следующее я вообще не поняла ничего потому что это ужас в общем ласяшу опять не повезло из-за своей книги а в книге был какой-то лабиринт и в общем был в шоке а то у меня не сказали новый год не пришли друг к другу потому что они как-то все заболели вот так вот они увидели у лосяши этот кабинет и они сидели в книге и так и в общем попали в мире так и есть там написано чурибанчи да дальше там будет сюжетная линия с тем что погашнюши не хотят типа новый год праздник и вот типа плачет плачет тут типа плохой новый год он старый год походу никогда не придет новый потому что я заболела и прессия заболела так вот начали все приходить к лосяшу и начали спрашивать у них его с ёжиком и как он заболел и вот все говорят что они случайно попали в лабиринт и и они тоже решили туда поправиться и взяли там жрачку уколы всякое такое потому что даже пирожки с малиной ну да в общем они это все кинули в мешок но все таки не взяли и прыгнули и начинается там с жака и плаксива момент там в общем они решили глушом пойти к лосяшу там километры типа ну давайте приключения на жопу найдем давайте побежим туда-то туда-то в общем надела она шарф и пошла с багажем бедный он такой был а кто так потом он затерялся потом ему в жопу ветка попала ой бедный вообще и он там еле шел но его там нюша несла нюша несла ужас вот в общем они пришли к лосяшу и не знаю что там такое в общем они увидели лабиринт ну нюша сказала давай я туда пойду а тот начал плакать я не хочу не хочу туда не хочу я лучше там посижу в общем он испугался да плакал горевал испугался там он лепил снежный скульпсу и своих друзей и начал леветь зачем нюша туда пошла ну ладно я пойду и все конец а кто слушал огурец так что там дальше будет много еще много 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 машины страшилки о о да да ладно там короче однажды одна девочка ходила по коридору а там позвонил какой то телефон а телефон был главное живой и говорил уходи из дома уходи ты проклято уходи вот они все начали лжать над этой страшилкой а им ричард опять говорит я не давюсь страшилки они не страшные кисунь да 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 кисунь однажды один мальчик шел на рыбалку один и в общем то увидел бабайку в озере эта бабайка приближалась и приближалась а потом все таки и вожат увидел эту бабайку и начал за ней гнаться бабайка куда то в тупик убежал а там была машина где была бабулька которая пела песню оказывается это не бабулька а страшный вожатый который убил эту бабайку ну вообще это жак в общем следующее страшилка однажды один мальчик смотрел телевизор а в телевизоре была очень любимая программа а в то время поднимался какой-то там маньяк у которого был типа топор и он там скребел скребел этим да Да, а мальчик испугался И такой Спросить, помогите, караул Но потом они его перебили Он начал совсем другую сказку Жил был один мальчик Который смотрел телевизор По телевизору показывали Еще одну программу А там, типа, в подвале У него жили призраки И те призраки с руками Лезли Вообще А в следующей сказке Еще был телевизор В котором был фильм про то Как рука забирала Этого мальчика Да, ужас Круин в декабре Чат 4, не поверишь Однажды Один ученый Альберт Энштейн Решил поработать с конфетами И кислостью Там, типа, была такая кислость В общем Она, типа, туда капельку кинула Маленькую А там Из конфет Вылез какой-то конфетный бабайка Который мог убить на крови Типа, может, отцарапать И та начала плакать Плакать, плакать Бегать от него А тут уже, типа, она в тупик застряла Там, в общем, было И он сожрал Девочку Ужас вообще Ужасик, ржачный Потом дальше Она рассказывала еще ему другие истории Типа, жил был один дворецкий У дворецкого был очень проклятый дом Он, типа, подметал Подметал Но услышал какой-то шум Окошко, типа, сломалось У него стекло А потом он зашел за другой метелкой А, метелки, главное, нет Она сломалась А на том этаже Говорят, спасите, помогите А там какой-то Откуда не возьмись Маленький мальчик Из конструктора Который говорит, спасите, помогите Там фиолетовое пятно А фиолетовое пятно Так и размножается И размножается А вытереть его нельзя Конец И тот испугался В общем, следующая серия Это начинается В общем, Ричард опять Что-то такое странное задумал Он взял Своего оттенка серого Машину И Вон туда превратился В большой кубик Лего Вообще Потому что у них был парад И туда тоже Хмур взялся Своим броком На маленькой гонишной машинке И они там решили Показать На параде Видео с маленьким песиком Которого обижали И те начали плакать Плакать И мужик сказал Я люблю парады И начал тоже реветь Как лялька Ну еще бы Да И в общем Они там все ревут Ревут Ай Да И вот они думают Что делать Потому что Шкала радости Унижается Типа Что делать Что делать И в общем Они решили Сделать Чтобы Заградить Путь Этому Саму Хмур Типа Наконец не будет Сделать Стрюки И Цветочки Вот эти Мужик У которых Плакал Они Хмур Говорили На нее И все Злились На всех Но В том то Дело Что Они Вспомнили Что это Самовыражение Пора Самовыражение Ой И Она Начала Целовать Его За то Что Он Такой Злой И Хмурый Хмурый Я тебя Люблю За то Что Ты Такое Есть Она Сказала Я Люблю Тебя Типа Самовыражение Ты Такой Типа Отличаешься От всех Так Будь Собой И Все Там Заградили От счастья Теперь Они Радостные Типа Сами Выражаются Вообще Я Буду Кирить Вас Круто Круто Круто